Вот кратерчик и цилиндрик, череночка. И вот давайте первым делом, куда попадет свет, первым делом, да вот куда он попадет свет, видите? На верхушечку кратерчика. А потом вот куда пойдет. Вот, мы должны показать, как одна груша упирается на другую. И давайте себе поставим самый светлый кусочек, который мы никогда не будем повторять в этом рисунке. Давайте, это на первой груши надо сделать, сейчас сделаем. Я думаю, что вот здесь надо поставить самый светлый кусочек, куда придет первым делом поток света из окна. Видите, нажмем сильно, чтобы его, ну, особо больше не повторять, может быть, немножко придется. И вот сюда он спустится на этот шар. Вот видите, картон, он имеет такую структуру, что он сепейку эту оставляет возле себя. Давайте вот здесь тогда еще вот эту угломную дорожку пройдем немного. Ну, что хочется сказать, что такое графическое действие, оно вам доставит огромное удовольствие при исполнении, так? Так, второе, оно вам потом поможет вашу руку заставить мыслить, когда вы начнете рисовать масляными красками, писать, да? И когда вы начнете протирать и прошкрябывать техникой Black & Socks, ваша рука уже будет знать, как действовать, идя по той или иной форме. Так, это вторая игрушка была. Давайте вот здесь рефлексик немного дадим. Третья. На нее, на третью, будет уперта первая и вторая. Вот здесь будет у них соединение. Сейчас мы с вами сделаем. Лучше рубленным методом делать груши. Ой, 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 чуть-чуть ниже, извините. Посмотрим, да? Чуть-чуть ниже. И сразу сейчас будем и четвертую грушу рисовать, потому что иначе мы не сможем. Так, и вот сюда пойдет цилиндрик усеченный. Вот где будет соединение третьей груши шара и усеченного цилиндра. Сейчас, секундочку. Вот так пойдет, а потом вот такой поворот будет. И смотрим, кратерчик не будет виден. Зато вот кто, на что встанет эта груша, вот, на вот эту, на вот этот череночек. И давайте сразу обозначим, свет пойдет. Так. И вот туда пойдет. Сейчас мы сразу с вами обозначим, где четвертая груша, чтобы поместиться все. Чтобы она должна быть ближе всех. И под каким наклоном, относительно первых трех. Тоже кратерчик не будет виден, а зато будет виден вот такой череночек. Так, усеченность и шарообразность пойдет вот здесь. А здесь еще большая пойдет шарообразность. На передний план выйдет так называемый носик. Он тоже кратерчик, но он побольше размером. Так, ну а потом четыре груши, следующие здесь поместим. Вот уже ход груш есть. Давайте получать удовольствие от светотеневого движения. Рука разрисовывается, рука начинает понимать, как льется свет. И потом вам будет очень легко, после этих графических штудий ботанических, вам очень легко будет писать на холсте. Конечно, такая графика не может дорого стоить. Но как подарок и как комплимент человеку, который вы любите, вы дарите какой рисуночек, оформленный в паспортушку. И это получается очень приятный, как бы, бонус, что у человека есть возможность стать вашим коллекционером, так скажем. Люди очень любят, когда им дарят графику. Потому что графика – это, как бы сказать, исповедование художника и восхищение миром. Так, пошли дальше. Вот здесь соединение идёт. Здесь можно сильнее нажать немножко. Вот свет, так, такой же, как здесь. Сделаем. А всё остальное пошли врубелить, как говорится. Потихоньку. Носик затупливается. Мы сейчас после этой груши подточим этот носик. И пошли вверх, вверх, вверх. Здесь уже темно будет. Здесь даже одна будет падающая тень от одной груши на другую. Значит, туда мы не заходим. Падающую тень оставляем. И вот очень важно движение света проследить. В какой-то момент рука уже сама начинает мыслить, как надо. Где нажать, где нежненько, где линии, где в различные стороны мазочки. Да, штрихи ставить. Вот, смотрите. Соединение груш. Давайте вот эту грушу. Хоть она в темноте, но надо её, как бы, очень нежненько доработать до соединения груш. Что? Есть такое дело. Пошли дальше. Вот, кто у нас. Лизвение. Подточим немножко носик. Не забывайте покупать белую сепью. Мы когда коричневую покупаем для набросков, сразу берите пачечку белой или две пачечки, не ошибётесь. Где бы вы ни были по миру, где бы вы ни путешествовали, или если с вами есть сепия и белая, и коричневая, и два альбома чёрного картона и белого картона, вы всегда будете во всеоружии. Вы всегда сможете сесть и нарисовать, вот допустим, вот такой рисунок. Владимир нарисовал. Правда, чем это ты? Лайнером. Лайнером чёрным он нарисовал канал Амстердама. Мы там с Пашей гуляли по галереям, а Вова стоял и ждал нас. И пока он всё ждал, он нарисовал вот такой прекрасный рисуночек, который является документальным. И если у нас такой документальный рисунок есть, мы как будто можем туда, в то место вернуться в любой момент в нашем воображении и в нашей памяти. И, конечно же, это может стать поводом для картины большой. Так, пошли дальше. Четвёртая груша. Давайте вот здесь нажмём, там, где они соединяются, эти грушки, да? Помним, да, что мы можем всегда в соединении груш чуть-чуть усилить. Нам, допустим, надо вот начать, свет льётся начать вот с хвостика, так? С верхушки цилиндра. И мы здесь чуть сильнее нажали, а вниз спускаемся уже спокойненько. Видите, у меня этот грифелёк так приятно, когда он отточенный, и он и вперёд, и назад, и вправо, и влево. Как будто бы мы трогаем грушу. Вспоминаем, как мы грушу покупаем. Мы сначала берём в руку её, потрогаем, чтобы она не была гнилая, так? А потом понюхаем, так? И вот, смотрите, обязательно сделайте вот такой полуовал. Вот на нас смотрит носик груши, так? Вот носик груши, конечно, он состоит из маленьких листиков будущих листьев деревьев, так? Маленькие листики вот здесь. И мы начинаем вот откуда действовать, да? Опять нажмём там, где свет будет, над овалом. И пошли соединять цилиндр, вот по этой линии, цилиндр с шаром. Помните, что груши не являются плодом, у которых симметричные стороны. У них обязательно какая-то сторона шара больше выступает над цилиндром, а какая-то более полога, да? Поэтому они такие вот красивые. Давайте соединять. Обязательно покажите, где соединение идёт цилиндра и шара. Тогда у вас будет, как бы, скульптурный рисунок. И поэтому начертательная геометрия нам очень нужна. Надо хоть немножко её изучать. Недаром многие импрессионисты, Пикассо и Сезанн, они очень любили геометризировать свои образы. Потому что геометрические образы, они более убедительны для людей. Так, спускаемся на нет. Вот сюда, к носику. Ну, хотя, это же будет первый план. Можно побольше спуститься светом. Давайте побольше спустимся, не будем бояться. Вот так, спустимся, потому что всё-таки это игрушка первая у нас будет на пути к рассматриванию. Вот здесь тоже вот такой вот сделаете полуовал. Вот здесь будет больше света возле кратерчика. И в самом кратерчике здесь больше света будет, в углублении. Да, это углубление. Главное не замочить её. Вот вы себе объяснили уже, как идёт светотень игрушки, так? Значит, вы объяснили и зрителю это. Ну, я решила не рисовать так называемые вот эти заводи, которые отличают Беру от других груш. Это мы оставим на живопись. Давайте посмотрим, что цвет груши – это кадмий жёлтый, охра золотистая, охра светлая, кобальт зелёный, так? Это свет груш и цвет груш. А заводи вот эти Беровские – это чистая охра золотистая, с Марсом, может быть. Так, вот здесь хочется ещё добавить вот этот ход от шара к цилиндру. И вот здесь есть одна такая ловушка, что мы можем замучить графическую составляющую. Вот здесь уже пошла некоторая замученность. Поэтому скажите себе, что графика – это тот же самый акварельный рисунок, там, где вы не имеете права второй раз заходить на территорию уже сделанную, чтобы не замочить её. Вот сюда хочется продлить свет немного. Так, и вот наступает некоторая такая, знаете, даже усталость. Четвёртая сделана, пятая пошла груша, она встала в полный рост вот таким образом. Здесь у неё черенок пойдёт вверх. Нужно здесь немного увеличить. И вот то, что я вам говорила, асимметрия правой и левой стороны. Вот она пошла, асимметрия. Свет на цилиндре и на шаре. Сейчас мы заодно с вами все остальные груши попробуем сделать, потому что нам надо уже идти на заканчивание. шар. Шар. Цилиндр. Вот здесь он, что я вам говорила, ровненько. И хвостик. И там ещё две игрушки поместим потом. Давайте у этой сделали, так, свет. Давайте у этой сделаем. Вот. Давайте движение света. Вот. И вот. Хвостик пойдёт ровненько, завершая всю композиционную линию. Так. Ну что, пойдём на дальнюю грушу. Она не будет сильно яркая, поэтому мы должны тихо нажимать. Видите, я начала с шара. Там от этих двух груш падёт падающая тенька, поэтому сильно не мучаем. Очень хорошо рисовать различные зимние растения. И лиственные, и ягодные, которые остались зимовать. Вот, допустим, сейчас покажу. Вот он. Букетик такого тысячелистника, который остался с лета. Да? Его тоже можно вот так поставить и попробовать нарисовать графическим образом, и будет красивая работа. Или шиповник. В общем, всё, что остаётся на зиму, всё можно рисовать. И мы, даже будучи на другом континенте, мы даже будучи в Канаде у Паши, мы умудрялись зимой, перед Новым годом, находить растения, которые остались зимовать. В такую холодную погоду. Мы их срывали, и там сделали около 15 графических работ, которые раздарили, конечно, хорошим людям. Вот, подарки на Новый год, на Рождество. Это является очень прекрасным подарком. Но не забудьте, конечно, этот рисуночек оформить. В хорошую, простую рамочку, которая... Человек получит подарок, и он сразу не будет задумываться, куда ему идти оформлять эту работу. Он сразу её где-то в любимом месте дома поставит, и будет о вас вспоминать. Как о том, кто улучшил фэн-шуй их жилище. Фэн-шуй – это энергия вашего жилища. Правильная энергия вашего жилища, там, где, если висит произведение искусства, хорошего и доброго художника, оно всегда вам придаст вашему, даже вашему роду, не только вашей семье, такого очень сильного плюса в глаза других людей. Да и самим будет приятно иметь произведение. И если вы имеете уже графику дома, какого-то художника, в данном случае живую графику, да, если вы имеете, всё, вы уже начали собирать произведение искусства, вы уже коллекционер, к вам уже абсолютно другое отношение. И особенно вы являетесь тем, кто свою жизнь устроил так, что он в погоне за красотой, этот человек, который собирает произведения искусства. Да, возможно, и сами начнёте рисовать. Так, а вот здесь темнотушечка, и мы всё равно там идём, сделаем полутончик, соединение трёх груш. Может, вот сюда пойдём немного, покажем, куда уходит та дальняя груша. Видите, как мы действуем? Мы сразу с вами действуем так, чтобы не возвращаться к этим четырём-пяти грушам. А от них действует правильным образом следующее направление. Так, кто у нас здесь? Вот, да? Ну-ка, давайте. Вот она, да? Сначала свет. И тоже думаем в соединении. Светлее она будет. Она ближе к нам расположена. Вот она в соединении светлее будет. Так, после овала темнее уже будет. Превращаемся в поток света. Так, вот носик. Носик. Вот они, эти листики маленькие. Краторчик. А вот здесь сделаем такое, как озерко возле этого носика. И вот где будет светлее ещё. Чтобы показать впадинку. Так. А здесь уже на не пойдёт. И вот, видите, опять затупилось. Опять берём, немножечко подточили. Это как, когда лезвие затупливается, да? Мы его обламываем, чтобы приятно было остреньким работать. И пошли вниз уже такими разнообразными движениями в разных направлениях. Держимся за овал, держимся, держимся. Так, здесь уже после этого овала пойдёт движение света не такое сильное. Почему в художественных школах всегда начинают рисовать с построения, а потом объёма самых простых геометрических предметов. Помните, да? Шар, цилиндр мы рисовали, куб. Для того, чтобы понять, как по ним свет распространяется. А теперь, когда надо живое человеческое лицо нарисовать, да, мы уже знаем, как по нём пойдёт. Это что же шар, да, человеческое лицо? Как по нём пойдёт светотень, так? Как нос вставится, нос это кирпич, так? Как глазные впадины, это впадины будут, да? А потом вставлены туда ещё шар глаза. В общем-то, везде идут геометрические предметы. И вот мы идём вот этой группой, смотрите, от света к тени. Поэтому всё тише и тише нажимаем. Давайте. Тише нажимаем. И вот она пойдёт, смотрите. Цилиндрическая территория пойдёт опять чуть-чуть ярче, а потом на нет. Об одном только жалко, что когда сепи и рисуем, не можем нарисовать падающие тени. Но мы тогда оставляем то место, где должны быть падающие тени. И оставляем его чёрным картоном. Сейчас расскажу ещё одну интересную деталь в этом действии. Вот новичкам, которые только начали рисовать графику, да, ботаническую, допустим, надо начинать с блока картона А5. Это половинка вот этого. И вот этот блок картона вам будет по плечу для начала. Вы сможете его и энергетически взять, и, как сказать, ну, на маленьком картончике всегда лучше и композиционный центр чувствовать, и всё остальное, да. Потом, когда вы разрисуетесь, допустим, два таких альбома А5 изрисуете, вы тогда спокойно можете перейти на А4. Вот как мы с Ловой перешли уже на А4. Ну, когда почувствуете уже силу большую, да, разрисуетесь очень хорошо, через полгода можно перейти на А3. Вот. Не надо сразу хватать большой лист А2 и пытаться его, на нём сделать всё, что вы задумали. Так, и вот так вот пока остановимся. Потом, если надо будет, нажмём. Вот здесь завершение можно немножко. Так. Помним, что у нас ещё две груши. Так, одна пойдёт вот здесь, в направлении С. Смотрим, какое направление хорошо дать. Можем даже менять направление. Высоту груши можем менять. И вот хвостик туда пойдёт, да. Только вот так будет видна та груша. А последняя будет видна шаром. Так, вот здесь вот шар будет этот. Вот он пойдёт. Давайте мы, знаете, будем его рубить. Два. Три. Четыре. Пять. И вот он, кратерчик, пойдёт с листиками. Вот. И, конечно же, обязательно вот что надо сделать. Вот обязательно сделать. Ну, и здесь есть. Смотрим, будет хорошее движение, да. Нам очень важно будет приземлить их. Поэтому, может быть, здесь что-то посмотрим. Еще кинем какие-то веточки. Нам надо веточек. Где бы их взять? Веточки. Сейчас, секундочку. Вот. Возьму хотя бы вот кого-то. От сухого букетика нашего. На передний план нам всегда надо... Какие-то веточки нарисовать. Или, если бы была разломанная игрушка, то можно было бы бросить парочку зернышек. Так, веточку потом. Давайте заканчивать. Вот она. Сзади эта игрушка. Быстренько её заканчиваем. Уже смело идём. Туда на цилиндр пошёл. Хвостик. То есть, вы уже знаете, что к концу работы я начинаю очень быстро работать, чтобы не застрять на открыточности. Самое страшное, когда мы рисуем ботаническую графику, это сделать открытку. Полно есть у нас художников и фотографов, которые делают открыточки красивые. Наше дело стать научными работниками. Нам открытки не нужны. Красота внешняя, она как бы вторична. Нам надо понять конструкцию, светотеневую составляющую и соединение. Правильное соединение, гармоничное соединение предметов между собой. Композиционный строй. И вот тогда в некой недоделанности и в некой, знаете, хаосности и получится хорошее произведение искусства. То, мы всегда словой смеёмся, что бы делал Дюрер сейчас, в 21 веке, если бы он не нарисовал зайца своего графически акварельного. Ведь именно зайцем он стал, как бы, узнаваемый бренд во всём мире. Конечно, его графические листы, Вон Холия, там, очень много у него. Он прославился в Германии графическими листами своими. Очень хороши. Так, вот здесь будет, да, в этом кратерчике, вот здесь будет листики, листики, свет, вот здесь будет, да. Кратер. Помните, почему мы называем кратер? Потому что, как в земле является дыра для того, чтобы там магма бушевала, да, она как пиалка, как чашка, в которой чай дымится. Так, а вот здесь тоже пойдёт, вот она, небольшая такая полутональная овальная территория, вот она, и завершаем. Завершаем грушку. Что ещё нам надо? Нам надо, Вова, узнать, как на латыни пишется, бера, вот эта груша, бера. И так пишется. Я снимаю его, я снимаю на телефон. Потом. Потом, но важно подписать на латыни. Ну, каждый подпишет, найдёт и подпишет. Да, надо в интернете найти, как называется, сорт этих груш и подписать прямо вот здесь внизу. Это зимняя бера. Ну, надо на латыни это написать, потому что латынь знают все, и на латыни сразу элемент того, что вы являетесь научным работником. Вы изучаете именно этот сорт. То же самое с цветами, с ягодами, то же самое делайте. Так, облокотили, облокотили хорошо. И завершили. Давайте полутончика ещё немного дадим. Показывайте лихую линию, да, такую, как вы можете в разные стороны чёркать. Ну, вот такие вот палочки, которые валяются здесь, можно тоже поперёк. Пересечения друг с другом. Череночки такие. Всё, работа закончена. Ну, давайте вот сейчас в целом посмотрим и скажем, что бы нам ещё сделать, чтобы человек сразу посмотрел на композиционный центр. Да, вот он, давайте. Посмелее немного. Так, это возьмём, сильно нажмём. Привлечём внимание людей на белый цвет. На белый свет. Ну, и, конечно же, вот надо эту грушку распространить больше немного. Она самая первая у нас попадается в свету. Вот. Ну, будьте аккуратны, не затирайте красивых штрихов. Так, вот здесь подпишемся. Зимняя Бера. И обязательно подпишем свою фамилию. Назовём эту работу. И запишем себе в блокнот, что у нас ещё одна работа появилась. Вот здесь рефлексик. Давайте дадим, а то не дотрагивается она до стола. Можно нажать линейно. Всё, домашнее задание. Сделать подпись, да? Да, домашнее задание. Нарисуйте свои фрукты какие-то. Вот сейчас можно пойти на базар, купить фрукты, яблочки или груши, или сливы. Что-то у кого, на что попадёт как бы вдохновение, то и рисуйте. И вот сколько у нас времени заняло? У нас 40 минут заняло это всё. И себе подписываем, да? Можно вот так повернуть и подписать на английском языке свою фамилию и имя. Если вы сделаете это действие каждодневным, то мы вам обещаем, что очень скоро вы станете профессиональным художником.